Добрый вечер! Мы снова собрались в студии с компетентными гостями, дабы обсудить и подвести итоги на одну из актуальных тем. Вот уже более 10 лет в нашей стране существует традиция каждый год посвящать какой-то теме. 2016-й был провозглашен Годом культуры, ну а главной его идеей стала популяризация культуры в широком смысле, слово во всех сферах деятельности. Были проведены наряду уже с традиционными, известными за пределами даже нашей страны, январскими музыкальными вечерами и Белой Веже, ряд новых культурных проектов. Так что сегодня в нашей студии с гостями мы и подведем итоги уходящего Года культуры. В студии Prime Time начальник управления культуры Брестского области полкома Сергей Понасюк. Директор Брестской областной филармонии Татьяна Колтынаева. И народный артист Беларуси, бессменный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля танца «Радость» Анатолий Воробьев. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте, спасибо вам, что в этот праздничный день, праздничный марафон, когда продолжается в нашей области, вы нашли время и пришли к нам в гости. Ну что хочешь сказать, Сергей Павлович, начать с вас. Два года, наверное, можно сказать, было такой активной и насыщенной культурной жизни в нашей области. Сначала был Брест, культурная столица, но это больше на город Накрузка. Далее стартовал 2016 год культуры. Было легче, так скажем, уже на каком-то подготовленном фундаменте культурном или все-таки пришлось приложить какие-то усилия? Конечно, усилия пришлось приложить. Хочется привести немножко цифровых, так сказать, статических фактов. То, что перед годом Брест-культурная столица мы проводили порядка в области 400 значимых мероприятий, в которых где-то мы помогали, где-то что-то делали, вкладывали финансовые средства. Брест-культурная столица. Это уже порядка 800 мероприятий, которые за год мы провели. Ну, так сказать, маховик раскручивался, и в год культуры Брестская область уже провела порядка 1400 мероприятий. Я считаю, что провела достаточно на высоком профессиональном уровне. Ну, и думаю, что этот год, год культуры, мы закончим также и новогодними мероприятиями на хорошем, профессиональном, творческом и праздничном уровне. А скажите, количество не повлияло ли на качество? Вот все-таки, если одно культурное мероприятие в месяц, то его ожидают и приходят, и наслаждаются, может быть, большим ощущением. Вы знаете, предварительно, когда мы проговаривали, работали над этими мероприятиями, задача была сделать качество. Также можно и видеть, что на сегодняшний момент, помимо традиционных наших мероприятий, это и Белая Вежа, и Январские музыкальные вечера, мы проводили такие массовые мероприятия, как и Дожинки, где порядка тысячи артистов участвовало под чутким руководством Анатолия Михайловича. То есть все эти мероприятия были нацелены уже на качество, чтобы наш зритель получил более эстетическое удовольствие и показать значимость культуру нашей Бельской области. Татьяна Анатольевна, ну а вы тоже почувствовали какую-то двойную ответственность? Ответственность почувствовали. Но от этого, скорее всего, наша работоспособность не то чтобы увеличилась именно из-за того, что это год культуры, или нас озадачили какими-то серьезными целями. Мы все время работаем, наша такая цель и задача ежедневно, каждый год, и, собственно говоря, просветительская деятельность ежечасно и ежедневно. Анатолий Михайлович, а как вы прочувствовали год культуры? Что для вас? Это насколько задача первостепенно именно стояла как-то привлечь к этому внимание? Или, как Татьяна Анатольевна говорит, все шло своим чередом, просто это вот такое специальное название? Да, здесь можно говорить о двух соизмерениях. Ну, говорить об ансамбле участия в этом акции, а второе, участие как режиссера, проводя мероприятия такого крупного масштаба, как День независимости, допустим, Дожинки, вот то, что говорил Сергей Борисович, это ежегодно, традиционно праздник крестьянина и так далее. Поэтому, если так говорить, и поэтому ансамбль «Радость» в этом плане, конечно, был активным участником не только этого, но и городских мероприятий, областных. А вот завершили год буквально пару недель, мы вернулись с Москвы, с Дней Брестской области, которые были на посольствах Белоруссии в Москве, вот, и дали концерт, который прошел с большим успехом. Вот поэтому так год был завершен. Я не говорю о зарубежных поездках летних, это как бы у нас тоже традиционно. В этом году мы месячное турне было по Франции и Португалии, вот, поэтому достойно представили наше народное творство Белоруссии. И, как говорит, зарубежная публика еще раз узнала, что такое Брест, что такое Белоруссия, всегда как-то так по коллективу, поэтому видно лицо той страны, которую ты ее представляешь. То есть флаг развивался и в Португалии, и в других странах, белорусский флаг. Да, безусловно, безусловно. А чем интересуется, может быть, что-то спрашивают, вот, о нашей культуре, о наших каких-то традициях, вот, видя даже ваши представители. Я возвращусь в этом плане к этому фестивалю, который был, который мы три года ожидали. Попасть к нему очень трудно, в нем участвует 500. Даже радости сложно попасть. Да. Три года мы ждали своей очереди. Это город Мартик на побережье Средиземноморья, 20 километров от Марселя. Это традиционный фестиваль. И что интересно, что именно в маленьких городочках, ну, в маленьких двориках, везде проводились такие мастер-классы, к примеру, вот мы показывали, как завязывать белорусский наш плат по леске. Понимаете, брали с собой из Кобринского района, именно у наших мастериц, плат трехметровый. И девушки мои показывали, как завязывать головной убор традиционный белорусский. Поэтому, к примеру, мы угощали белорусской кухней, был такой тоже вариант, что такое белорусская кухня. Это не только драники, но и так далее, и так далее. Поэтому было, ну, и сало, как говорится, белорусское и прочее, и наше беловежское для дегустации водка и так далее. Поэтому эти разнообразные формы не значат только искусство, только лишь показывать достижения, мастерство танцоров или музыкантов. А вот и наши традиции, именно то, что свойственно нашему народу. А удается ли вам делиться вот этим опытом, который получает и ансамбль, и вы лично? Приходите ли вы, к примеру, к Сергею Борисовичу и говорите, давайте сделаем такой же фестиваль? Ну, я вам скажу, Сергей Борисович, если говорить уже не о том, что, как говорится, так перед начальником управляем, что покланяться. Он такой адекватный человек, отзывается очень внимательно и дает свои идеи. Поэтому я тоже, как режиссер, благодарен и в дожинках и прочих таких мероприятиях, подсказки. И это потому, что тоже есть опыт человека и так далее. Поэтому предложение, то, что давайте то и то, оно всегда, как-то, всегда, говорится, пытаешься предложить. Давайте вот так сделаем, вот там так было. Поэтому используем опыт западный, очень используем. Татьяна Анатольевна, а какие-то вот новые мероприятия появились, нового формата, как сейчас принято говорить? Нового формата, ну, скорее всего, появились именно в эти годы, потому что появился такой проект, как «Культ личности», проект «Дети играют классику», чем мы очень гордимся. Гордимся этим проектом, потому что он необыкновенный. Вот вчера, в частности, одно из таких мероприятий прошло. То есть лучшие детки, играющие классику, занимающиеся на классических инструментах, имели возможность у «Рождественской елки» выступить в Брестко-областной филармонии. Замечательные проекты, такие как озвучивание «Немого кино», «Немое кино», «Кинема», мы его называем этот проект, тоже прижился уже у нас и, в общем-то, становится традиционным. И такие проекты, вот как студийные концерты, раньше их называли «Квартирные», у нас проект получился студийный, тоже имеет успех. В общем-то, придумываем какие-то все новые и новые, и, во всяком случае, откликаемся на те новшества и идеи, которые предлагают наши замечательные, талантливые артисты и просто личности города Бреста. Поддерживаем всех. Если вы заметили по нашим афишам, мы привозим не только раскрученных, как мы говорим, звезд, а даем возможность выступать даже и самодеятельным артистам города Бреста на сценах профессиональных. И, собственно говоря, сопровождаются и концерты такой же хорошей, добротной рекламой, которую, в общем-то, может быть, в обычной жизни они смогли бы себе позволить. Мы стараемся анонсировать творчество тех, кто неизвестен, но очень интересен. И, собственно говоря, всегда призываю и буду призывать к тому, чтобы верили нашим проектам, потому что, ну, вот время уже доказывает, что вкус нас не подводит. И, собственно говоря, абсолютно все мероприятия от самодеятельности до профессиональных артистов и профессиональных коллективов, звезд российской эстрады и зарубежной эстрады, в общем-то, и Белоруссии, они всегда интересны, концерты проходят на замечательном подъеме, на замечательном профессиональном уровне. И это необыкновенно, конечно, дает необыкновенные эмоции, необыкновенный заряд эмоциональный. Поэтому, в общем-то, мы гордимся всеми нашими проектами и впредь будем продолжать, и не в год культуры, даже в год науки мы будем продолжать творить, предлагать что-то новое, создавать новое и поддерживать тех, кто придет к нам с новыми идеями, креативными. Это всегда здорово, и это только добавит радости и счастья вообще и нашему учреждению, и нашему городу. И будет всегда что-то новое. Но и по-прежнему все равно, повторюсь, что уже традицией стало для нас, что мы предлагаем совершенно на любой вкус, на любой уровень восприятия и востребованности мероприятия. Поэтому это от шансона до приличного классической музыки, до совершенно профессиональной, высокой. И, в общем-то, тут и поэзия, и театр, и хореографическое искусство, абсолютно все. Потому что мы понимаем и стараемся об этом не забывать, что совершенно разносторонние вкусы и потребности у слушателей наших. Сергей Григорьевич, ну то есть можно говорить о том, что потребность вот именно есть, и в каких-то духовных ценностях, культурных ценностях. Просто, ну сейчас может быть модно так говорить, что такие нестабильные экономические времена, это ситуация, какая здесь культура, кому это нужно и кому это интересно. Но все-таки, как я понимаю, по количеству проводимых мероприятий, то, что сказал Татьяна Анатольевна, это нужно и это востребовано. Это нужно, еще больше скажу, у нас количество коллективов с званием заслуженный, народный, образцовый, это порядка 600 коллективов на сегодняшний момент. Это один из самых высоких показателей на душу населения в нашей республике. Это говорит о том, что Брестская область достаточно творческая. Ну давайте заявим, самая культурная. Да, самая культура, сегодня можно заявить, да, Брестская область самая культурная. Да, это говорит о том, что на сегодняшний момент в культуру вовлечено большое количество не только профессиональных работников культуры, но и населения, потому что мы прекрасно знаем, что это любительские коллективы. То есть человек после работы приходит где-то то ли в Дом культуры, тот же маленький клубик, то ли в Большие дворцы культуры, и посвящают себя творчеству, посвящают себя культуре в большей степени своей, не получая, кроме духовного, ничего. Потому что деньги они за это не получают. Ну вот, Антон Михайлович, тот же пример, заслуженный коллектив. Да, большинство любителей, большинство артистов, Антон Михайлович, это ребята, которые, ну, можно сказать, безвозмездно приходят ради творчества, ради любви к искусству. Ну вот, не так давно, кстати, прошла неделя профсоюзной культуры, где тоже достаточно много задействована, так скажем, любительских коллективов. Давайте сейчас посмотрим небольшой видеоматериал и затем продолжим. Узнаем, как они провели год культуры. Народные таланты тебе, Беларусь. Под таким девизом прошла в этом году неделя профсоюзной культуры. А то, что Брестская земляна таланты богата, доказывать не надо. Вступление на сцене тому подтверждение. Профсоюзная организация области уделяет большое внимание развитию культуры и искусства, поддерживает творческие коллективы. Заинтересованы профсоюзы, чтобы мы звучали, чтобы выступали. Нам это очень нравится. Это наша жизнь, наше движение. Концерт «Народные таланты тебе, Беларусь» – своего рода итог участия профсоюза в событиях Года культуры. Для профсоюзных организаций Бреста он выдался насыщенным. С их участием в городе прошло более 200 творческих мероприятий. Это было, у нас запомнились и новые имена Беларуси в начале года. Городской, областной этап. Наши участники достойно представили наш город и даже вышли в финал. Из публиканского форума конкурса были лучшими там среди выступающих. Это и мероприятие. Первый раз в этом году мы провели. Берастея запрошает конкурс, который будет ежегодным. Год культуры завершается, но для профсоюзных и ведомственных коллективов Бреста начинается новый творческий этап. Город начинает подготовку к тысячелетию. Задача была поставлена каждому предприятию, каждой организации нести свою лепту, подготовку к этой важной дате. Я думаю, что профсоюзы здесь не должны оставаться в стороне. И на наши предложения, я думаю, они прореагируют и тоже осуществят целый комплекс мероприятий для того, чтобы достойно нести лепту в плане подготовки к тысячелетию. Культурный марафон – это еще и благодарность тех, кто отличился на культурной миге. Заслуженные награды получили лучшие коллективы и исполнители. Культурный марафон Нужно им, вера в них. Что делается в этом направлении, Сергей Владимирович? Ну, хочется сказать, что на сегодняшний момент у нас в Брестской области порядка 20 стипендиантов поддержки фонда президентов. В прошлом году их тоже было порядка 20. То есть детки, которые на сегодняшний момент занимаются будь то и музыкой, будь то и в театральном направлении, еще каких-то других. Все эти дети находятся под нашим, так сказать, убедительным контролем. Контролем. Ну, и эти дети имеют определенную поддержку, помимо того, что находятся и, так сказать, в фонде президента, но и поддержка со стороны руководителей, поддержка со стороны педагогов. Ну, естественно, и мы как бы отсматриваем, курируем и ведем этих детей. Ну, а популярны ли направления такие, как обучение музыке, танце? Ну, если брать статистику, то у нас в Брестской области на 100 количество обучающихся, 100 человек, 18 человек – это дети, которые обучаются в музыкальных школах. Это каждый пятый ребенок проходит через музыкальную школу, и мы можем говорить, что то образование, которое, то эстетическое, культурное образование, которое мы даем детям за те 5-7 лет, которые они обучаются в школе, они не проходят бесследно. Это подготовленные в плане эстетического воспитания к жизни дети. Анатолий Михайлович, как Вы считаете, все-таки ребенок, он должен иметь отношение к музыке, к танцам? Какие-то азы, по крайней мере. Безусловно. Но Вы видите, по родителям, наши родители, в общем-то, я говорю о Беларуси, такие интеллектуальные люди, судя по тому, как говорит Сергей Борисович, и в кружках, и в всевозможных домах культуры, везде. Только видишь одних родителей с детьми и так далее. Я смотрю, вот у нас дом культуры, который маленький, как говорится, на Воголя, всегда проводятся мероприятия, проводятся занятия, студия, все время идет движение, такой, понимаете, вечный двигатель, вечный перпетум мобилю, понимаете, такое. Поэтому, коль дети развиваются, а, допустим, мы, вот тоже, хоть и самодеятельный коллектив, естественно, мы питаемся, это ведь от детской самодеятельности. Это, если хороший ансамбль прибужья, или там Надежда, или Креничка, или Променщик, значит, и будут у нас хорошие кадры со временем, понимаете, именно когда повзрослеют, станут юношами, девушками и так далее. Поэтому дети – это основа основ. Но конкурс не падает, то есть еще дают детей в танцы? Ну, это уже особая статья, особый разговор, это очень сложно, потому что сейчас у родителей всевозможное главное учить, главное там это, был период такой спорт, теперь уже и спорт как-то так. Поэтому здесь такой каверзный вопрос. Раз вы сказали о спорте, вот в последнее время, последняя тенденция, очень модно быть здоровым, да, и заниматься ЗОЖ. Вот ваше мнение, как профессионалов, о культурном быть модно, ходить на культурные мероприятия, отводить детей в специальные секции? Ну, естественно, тот же самый вопрос, и говорить о моде или нет, это жизненно просто необходимо, жизненно для развития личности ребенка. Жизненно просто необходимо, будь то занимается спортом, будь то музыкой, будь то хореографией. Он вырастет, понимаете, ну, совершенно другим человеком со временем, понимаете, потому что я вот вспоминаю свои годы, которые ансамбль, какие участники ансамбля прошли, ведь просто вышли знаменитые личности, понимаете. Я говорю о сенаторе Бесюке Григорьевичу, я говорю о Светлане Николаевне Семеновне, понимаете, директор лицея номер один. Это люди, которые, в общем, танцевали в радости, да. И я могу перечислить их много таких известных личностей. Значит, в свое время, будучи детьми, повлияло на то, что влияние и родителей, и общества, да то, что выросли в настоящей личности. Уже масштаба такого государственного. Татьяна Анатольевна, есть что добавить? Конечно, я могу только констатировать факты. В филармонию идут сегодня молодые люди, идут девушки и юноши, причем на сложные концерты, которые я называю для хорошо подготовленной. Сложная это классика? Это бывает классика, рассчитанная на обывателя и для широкого круга зрителя, а бывает классика сложная, со сложной классической программой, когда, в общем-то, подготовленный зритель, как правило, идет. И вот намечается прекрасная тенденция, когда приходит молодежь, причем, насколько я узнаю и знаю, что это не всегда учащиеся музыкального колледжа, либо каких-то заведений культуры и искусства. Это как раз просто любопытные, как раз та молодежь, которая уже интересен такой уровень музыки, та молодежь, которая любознательная, та молодежь, которая понимает, что нужно развиваться всесторонне, причем не на легком жанре, а как раз на такой музыке и сложной, и в то же время по-настоящему богатой. Вот это понимание уже есть. Ведут родители малышей, ведут ножи, специальные есть программы, тот самый проект «Музыкальные субботы. Всей семьей в концертный зал». Тоже проект, которым мы очень гордимся. И, как правило, зал заполняется, приходят родители с детками, чаще это бабушки с детками приводят, и малыши реагируют очень активно на то, что происходит. Они, в общем-то, высиживают эти программы. Они, правда, рассчитаны на контингент детский, но, тем не менее, это, в общем-то, уже особая музыка. Это не просто интерактив такой, где похлопали, потопали, и все довольны. Здесь нужно, в общем-то, думать, нужно уметь слушать, учиться слушать, надо учиться вести себя в концертном зале в том числе. И это происходит. Поэтому могу констатировать, что есть интерес, есть потребность, есть понимание того, что ребенка нужно развивать всесторонне. И не только посредством того, что его отвезти в музыкальную школу, либо в студию, либо в спортивный зал, он должен расти на примерах профессиональной подачи материала, профессиональных спектаклей, профессионально подготовленных концертов и с профессиональными артистами и мастерами своего дела. Сергей Борисович, ну вот это, наверное, самый главный результат, самое положительное, чего удалось достичь за эти два года. Но мы сейчас взвалили на себя такую ношу, подвести итоги, погоду, культуру. Культура, что это? Это же незримое, да? Очень сложно подвести какие-то итоги. И то количество мероприятий, которые вы назвали, это только мероприятия. А вот эффект, как вы оцениваете? Эффект, спасибо, можно сказать спасибо, то, что этот год, это было обозначено на государственном уровне. То есть еще один раз государство, так сказать, сделало акцент на культуру, на культуру во всех ее проявлениях. На культуру, это и фольклорного направления, это и музыкального, это и библиотечного. Мы же в начале года готовили все, каждые свои, так сказать, предложения. Это культура и сельского хозяйства, это культура общения, это культура взаимоотношений между людьми. Это можно говорить и говорить об этом всем. И на сегодняшний момент по каждому из этих направлений сделаны определенные акценты. И я думаю, что тот результат, который перед нами ставили, он достигнут. И достигнут, я хочу сказать, эффективно. Но все-таки, Сергей Петрович, какой-то опыт, он был накоплен наверняка за это время, благодаря проведению этих же мероприятий, общению, возможно, внутри коллективов, между коллективами. Новая какая-то энергетика, оно бесследно уйдет, год прошел, все это забудется. Или как вы думаете, во что оно может быть выльется в будущем? Конечно, маховик раскручен-то, маховик раскручен, и он движется в этом направлении. К чему мы придем? Мы придем к нашему культурному обществу. Мы правильно говорим, что мы воспитываем наших детей на культуре, на эстетическом воспитании. Это дети, которые придут после нас, это дети, которые будут руководить нашим государством. Это будут интеллектуальные дети. И наши дети будут нашу страну в далеком будущем представить как интеллектуалы и культурные люди. Другого не дано. Просто еще, может быть, знаете, к чему я и была? Этот вопрос, мотивом, он всех программ, возможно, звучит, которые касаются культуры, и вам его задают непосредственно про концертный зал в нашем любимом городе Брест. Я думаю, что, возможно, многие надеялись, ага, год культуры, может быть, что-то там проклюнется. Хотя мы все трезво оцениваем ситуацию, конечно, и я понимаю, что есть какие-то но. Знаете, велась работа, и давно велась работа по концертному залу. Были определены не одно местоположение этого концертного зала. Искались в свое время инвесторы. Но на сегодняшний день пока это все находится на грани просто, ну, то, что... Идеи разговоров. Да, идеи разговоров. Хоть в Белоруссии только у нас и у Гродно, в Брестской области и у Гродно нет залов. Конечно, это, наверное, наша беда, можно сказать, да. Но я надеюсь, что в дальнейшем, в дальнейшем все-таки эта идея, она тоже, так сказать, раскрутится. Где-то, может, мы найдем определенных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в построение зала. Где-то, может, будут создаваться мультикомплексы, где хотелось, чтобы был зал-тысячник. Потому что, ну, на Брест меньше тысячного зала на сегодняшний момент это не актуально. Это Тяна Анатольевна даже подтвердит. Но, в принципе, в преддверии Нового года, наверное, каждый из нас и присутствующих в студии можем Деду Морозу и заказать желание, да, чтобы в нашем городе появился и концертный зал. И более живет он недалеко. И как раз, Маша, просто пора взор сделать и на тех, кто рядом. Письма писать с этим пожеланием мы будем. Но пока в любом случае, конечно же, у нас есть много других залов, где все равно проводятся эти мероприятия с успехом. И в том числе уже сегодня много говорили про областную филармонию. Сколько там проводятся различных и в камерной обстановке, в том числе, мероприятий. И значимое событие в этом году было филармония 30 лет. Правильно, Тяна Анатольевна? Ну, у нас это было даже не единственное значимое мероприятие. Конечно, 30-летие самой филармонии было грандиозное событие для нас. У нас грандиозная дата, потому что следующие даты не так скоро наступят. Поэтому мы, в общем-то, приложили все усилия и творческие, и, скажем так, просто энтузиазм свой, для того, чтобы мероприятие получилось, посвященное вот этой дате, прекрасной. Но более того, у нас в этом году отметил 30-летие камерный оркестр Брестской областной филармонии. 25-летие отметил замечательный вокальный ансамбль Кресси во Брестской областной филармонии. Поэтому, в общем-то, события утроились. И поэтому год культуры для нас ознаменовался вот такими праздничными событиями, которые на протяжении года проходили. Не случайные совпадения. Да, и поэтому вот у нас такие точки были в январе, потом в марте, и вот в сентябре, собственно говоря, уже итоговое, финальное, грандиозное мероприятие, посвященное 30-летию самой филармонии. Поэтому, в общем-то, у нас жизнь была очень бурной и насыщенной. Я предлагаю сейчас и нашим гостям, и нашим телезрителям посмотреть сюжет, как это было, окунуться все сентябрьские дни, юбилейные. Любители высокого искусства начали собираться в зале филармонии задолго на начало праздничного торжества. Самые благодарные приходили не с пустыми руками. Выразить руководству учреждения свою признательность за большой вклад в общее дело считали своим долгом многие. Мы просто любители высокого искусства, музыки, творчества, поэтому мы обязательно здесь должны присутствовать, сказать слова благодарности всем тем, кто раньше работал и кто теперь работает. Поэтому мы тут. Это настоящая музыка, которую надо не только слушать, надо быть рядом с ней всегда. И она будет в человеке. Потому что, ну вот, если честно, я как артист эстрады считаю, что классическая музыка самая дорогая, что у нас есть. Поэтому я считаю, что она должна жить, она и будет. Как мотыльки на свет, так и творческие люди должны притягиваться друг к другу, уверен Геннадий Санько. На работу в филармонию пришел 8 лет назад, крутил баранку. Сегодня это единственный в СНГ мастер тирольских напевов. Но на концерте представил всеми любимый романс. В зале культурная элита Бреста. Те, кто когда-то здесь работал, и те, кто эту работу уважает. Вспомнили людей, которые стояли у истоков создания филармонии. Вспомнили, как первоначально учреждение ютилось в двух комнатках на Пушкинской. И как долгое время единственным инструментом оставался старенький клавесин. Это позже будут гастроли от Бреста до Владивостока. Более тысячи концертов ежегодно. Многочисленные фестивали. И в качестве гостей артисты большой сцены. Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Елена Образцова и другие. В 2013 году состоялось еще одно знаковое событие. После реконструкции филармония вновь распахнула свои двери. Появился концертный зал на 150 мест. Была оснащена студия звукозаписи. Прошедший юбилей наглядно показал, сколько неравнодушных сердец привлекла филармония за годы своей деятельности такому глубокому виду искусства, как музыка. Мы снова возвращаемся в студию Prime Time. Мы подводим итоги года, ну а также вспоминаем юбилейные даты. Стоит сразу заглянуть вперед. В 2017 году, Анатолий Михайлович, 55 лет ансамблю «Радость». Остальное все от вас. Да, это большое событие в какой-то мере для самодеятельного коллектива. Почему? Потому что прожить 55 лет – это одно, а просуществовать. А вот творчески все время быть в эпицентре событий, в эпицентре всех мероприятий – это дорого стоит. Поэтому 55 лет творческой деятельности коллектива, которая состоится 22 апреля своим концертом в областном общественно-культурном центре. Ну и я свою скромную дату, 50 лет в этом коллективе будет и моя дата. 50 лет творческой деятельности в ансамблю. А 50 лет быть в танцах, как сейчас модно говорить, это сложно? Ну, если бы только в танцах. Тут много и менеджерских дел, и организационных, и хозяйственных. Поэтому все в комплексе. Поэтому мы ждем этого юбилея, коллектив этого заслужил. В общем-то, и приглашаем брещан по возможности примкнуть к нашей радости этого события. Ну, то есть в апреле, наверное, будет анонсироваться, это уже все подробности можно будет узнать. Вот как раз бы зал бы побольше. Побольше бы зал бы, да. Потому что 300-400 человек, я думаю, у вас заполнится легко. И всегда проблема на такие концерты радостью, проблема билетов всегда, я не помню. Так за столько лет, если взять только выпускников, вы представляете, сколько их? Безусловно. Вы подсчитывали когда-нибудь? Нет, у нас есть списки всех абсолютно. Поэтому мы планируем, что на концерте где-то будет в порядке 250 ветеранов, которые отдали жизнь коллективу, приглашены на это самое. Поэтому большая армия самодеятельных артистов, которые заслужили достойно. И для них это молодость, понимаете. Те времена, это не нужно объяснять. В любом коллективе, в нашем коллективе, или в хоровом, или в музыкальном. Это память, хорошая память. Сергей Борисович, мы в основном сейчас даже в разговоре сделали эпицентром города Брест. Понятное дело, это центр культуры для области. Но все же, если ты из глубинки, если ты живешь в глубинке, живешь в райцентре, насколько там насыщена культурная программа? И в этот год. Ну, хочется сказать, что каждый район, каждый город нашей области, каждый клуб, каждая библиотека готовится к данным праздникам, тем более новогодним праздникам, каждый готовит свою программу. В библиотеках проводятся такие рождественные новогодние выставки. Если говорить о библиотеках, в музеях тоже эти выставки. Собирают где-то елочки, где-то собирают игрушечки. Дома культуры, клубы готовят новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочками. То есть жизнь насыщена помимо города Бреста в каждом городе нашей области. Она уже традиционно все время идет для того, чтобы пришли люди к елочке, пришли люди на Рождество, чтобы люди отдохнули, чтобы люди повеселились, чтобы набрались духовных сил. Ну и с новыми силами в Новый год вступили с хорошим настроением, так сказать, приступили к работе и на радость нам продолжали свою жизнь. Сергей Борисович, ну и стоит отметить, что в Год культуры во многих районах и городах районных центров были мероприятия, причем и международного уровня, в том числе и с молодым поколением, насколько я знаю, в Пружанах в мае что-то проводилось, правда ли? Да, в Пружанах мы в мае месяце, объединив три фестиваля, три фестиваля, ну небольших фестиваля, сделали такой большой международный фестиваль, эстрадный микс так называемый, где по разным направлениям вокальных жанров, это и эстрадный вокал, это и фольклорный вокал, это и джазовые коллективы у нас выступали, сделали трехдневный праздник не только для жителей Пружана и Пружанского района, но и также для гостей, которые к нам приезжали не только с Брестской области, но и с республики. Я считаю, что, так сказать, первый блин комом не удался, фестиваль достаточно хорошо вошел в культурную жизнь нашей Брестской области, я думаю, что следующий фестиваль мы сделаем еще более ярче, еще более открытие, тем более все это разошлось по республике, все это разошлось и за пределы республики, я думаю, что следующий год мы будем ждать и определенное количество коллективов из-за рубежа. Татьяна Анатольевна, знаю, что тоже ваши коллективы, коллективы непосредственно, которые относятся к филармонии, они искалесили весь регион. В этом году это та же программа. Конечно. Эта задача уже на протяжении 30 лет у филармонии стоит, обслужить как можно больше населения культурными программами, концертными программами. Они востребованы? Они востребованы. Ну, может быть, сложность бывает в том, что у людей недостаточно средств сейчас, чтобы так активно ходить, как раньше, но интерес от этого не ослабевает, поэтому мы придумываем разные формы, по которым мы можем приехать. Где-то мы делаем акции на билеты, снижаем за счет коммерческих наших мероприятий, мы закрываем вот эти доходы, в общем-то, можем позволить себе выступить за небольшую сумму. Но другое дело, что мы продолжаем работать, то есть если не можем позволить себе городской дом культуры, где, допустим, сложно народ собрать, мы идем в школы, идем, в общем-то, в какие-то учебные учреждения, куда может прийти любой желающий, потому что информация доносится до населения того или иного поселка, города, райцентра. И, в общем-то, судя по количеству мероприятий, которые мы проводим, они не уменьшаются, их количество только увеличивается, но и вплоть до того, что я вижу тенденцию того, что нас начинают приглашать, просить, приехать с нашими программами, отзывы очень положительные, и, в общем-то, многие коллективы заказывают еще и еще раз. А это говорит уже о многом, о том, что коллективы интересны, они несут на высоком профессиональном уровне, в общем-то, тот свет классической музыки, которую, в общем-то, мы хотели донести до как можно большего количества людей, человечества. – Анатолий Михайлович, а Вы, как считаете, наши районы, насколько они вовлечены активно в культурную? – Я вот сейчас сижу и подумал такой вариант. Понимаете, как-то, может быть, неправильно определено для Брещины слово «глубинка». Да нет глубинки в Брещине, понимаете? Ведь взять, вот сказал Сергей Брещич о Пружанском варианте, Пружаны, а Иваново, Драгичин, мы провели там дожинки, понимаете, такие праздники народного творчества, не только лишь экономику мы показываем в нашей области и так далее, но такие праздники. Поэтому, пользуясь этим вот моментом сегодняшней передачи, я хотел бы просто низко поклониться участникам самодеятельности Брещины, ихнему таланту, и сказать им большое-большое спасибо, что они свое время уделяют для того, чтобы для развития, вот, как я говорил, интеллектуальной личности нашего белоруса. – Да, да. Ну, вообще, наверное, можно поблагодарить всех работников культуры, потому что вот наши коллеги, которые работают и делают программу «Край», достаточно известны, она насыщена различными творческими проектами, и они, общаясь с этими людьми, говорят, что это исключительно энтузиасты. На энтузиазме держатся вся наша культура, поэтому действительно благодарность и всем вам в первую очередь тоже. Но мы еще не подводим итоги, можно сказать, мы начинаем такую новогоднюю страничку, и чтобы создать такое настроение, давайте посмотрим небольшой сюжет. «Начинаем! Начинаем! Подходи быстрей, народ!» «Здесь поют, шумят, играют, здесь усталости не знают!» «Потому что открывают елочку под Новый год!» С песнями, танцами и сказочными гостями стартовал в областном центре новогодний марафон. Выступления творческих коллективов и артистов Бреста создавали праздничное настроение и не давали гостям замерзнуть. А персонажи из сказок заставили поверить в чудеса даже взрослых. Главный глэшатый Нового года на праздник по традиции приехал со снегурочкой, но чтобы не опоздать, выбрал современный транспорт. В этом году можно не сомневаться, ни одно новогоднее желание не останется неисполненным. Главному чудеснику помогут младшие братья. На главной площади города целый парад Дед Морозов и снегурочек. И вот кульминация праздника. Раз! Два! Три! Главная новогодняя красавица Бреста и области засияла во всей своей красе. Новыми красками и композициями в этом году осветился весь Брест. Замечательное расстояние. Море света, море огня, море улыбок. Очень весело. Очень красиво. Украшено. Все так вообще ярко. Супер просто. И с каждым годом все лучше и лучше. То есть находят новые решения. Вообще красота. Весело и красивая елка очень. Мне все очень понравилось. Только руки. Руки очень сильно отмёрзли. На паровозике покатались, лошадку посмотрели. Ну, эмоции кучие. Будем ещё приезжать. Я люблю Брест. Я люблю Брест. Я хочу всех брещан поздравить с наступающими новогодними праздниками. И хочу сказать спасибо нашей местной власти, мэру города. Это великолепная площадь. Всё ярко, красиво. Идею создания сказочного настроения, признался брещаным городоначальник Александр Рыгачук, вынашивали с лета. И это ещё не последний новогодний сюрприз. Всё, что есть, сделано руками брещан. Мы не покупали готовые конструкции. Мы не покупали готовые какие-то формы. По сути дела, мы всё это сделали своими руками. Уверен, что станем самым ярким городом Белоруссии. Уверен, что именно здесь мы увидим новые подходы к подсветке зданий, новые подходы к проведению массовых мероприятий. И мы постараемся это экспериментировать каждый раз, чтобы к тысячелетию выйти каким-то единым, хорошим, интересным форматом. Добрый год! Любви и счастья! Возвращаемся с праздничного настроения, который витал прямо сейчас на площади Ленина в областном центре. Мы говорили о том, что практически то же самое будет и в каждом районном центре. Уже чуть-чуть погода подводит, но всё же праздничное настроение. И вот у меня такой вопрос в завершении нашей программы. Раньше была традиция старая и добрая, пока у нас не было больших трансляций и различных праздников по телевидению и интернету. Семьи выходили, семьи встречались на улице, праздновали вместе, дружно. Вот как ваше отношение? Умирает оно или вернётся? И вы пойдёте на ёлочку? Ну, я думаю, что хорошая традиция, она должна остаться, как говорится, для людей. И не умрёт. Нет. Люди живучие у нас белорусы, поэтому и традиции должны сохранять. Наш народ более общительный, наверное, чем другие народы. Поэтому нам, может, где-то не хватает того тесного общения семейного. Мы люди более, я хочу сказать, раскрытые, поэтому мы идём к ёлочкам, поэтому мы идём с друзьями, поэтому мы веселимся, гуляем. Это всё правильно. Правильно говорит пословица, как человек веселится, как человек гуляет, наверное, так человек дальше существует и работает. Так и работает. И всё остальное, да. Поэтому мы умеем гулять, мы умеем веселиться, в том числе Новый год – это один из наших главных праздников. И я думаю, что каждый из нас и каждый из жителей, не только Брестской области, но и нашей страны, с удовольствием выходит на те фейерверки, на тех сказочных героев, которые будут возле наших ёлочек и новогодних сказочных героев. Ну, будем гулять, будем веселиться, но это и праздники существуют. Татьяна Анатольевна, новогодние традиции. Чтим? Ну, чтим. Уже краем глаза видела, как здорово украшена советская, что происходит возле ёлки центральной. Конечно же, всей семьёй, это уже традиция многолетняя, мы обязательно пройдёмся, прогуляемся по Советской, обязательно навестим центральную нашу ёлку, поучаствуем во всевозможных хороводах, которые предложит город. Ну, конечно же, вообще моя работа – это вечный праздник, у меня сейчас ёлка на ёлке просто, ещё нас ждёт рождественский бал в Брестской областной филармонии 30-го числа. В общем-то, все концерты у нас сейчас новогодние, поэтому я хотела бы просто подтвердить слова, что сам себя не развеселишь, никто не развеселит. Возможностей для этого в Бресте много, в каждом концертном зале какие-то представления, праздники, ёлки, балы. Поэтому просто надо находить в себе силы, энергию, энтузиазм и понимание того, что праздник нужно создавать себе самому и, собственно говоря, поддерживать тех, кто его создаёт. И, в общем-то, тогда Новый год будет настоящей сказкой, настоящим праздником. И в Новый год все мы войдём с новым настроением, с новыми силами и с новыми чаяниями и мечтами. Ну что ж, на этой позитивной, такой оптимистичной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю предновогоднюю программу. С наступающими вас праздниками! Спасибо, что пришли к нам на программу, за интересную беседу. Всего доброго, здоровья, всех благ и счастья! Спасибо! Уважаемые телезрители, мы также поздравляем вас с наступающим Новым годом, Рождеством. Спасибо вам за внимание, за то, что были с нами в этом году с программой Prime Time. Ну и до встречи в следующем году. Всего доброго! С праздниками! Редактор субтитров А.Семкин